В томографе 512 срезов. Докладчик Бологова Юлия Александровна. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ваше внимание предлагается доклад о возможностях и преимуществах двухэнергетического сканирования. Принцип работы двухэнергетического томографа заключается в одновременном сборе двух наборов данных, получаемых при сканировании со сверхбыстрым переключением рентгеновского излучения между низкими и высокими значениями напряжения тока с одинаковой частотой за один оборот рентгеновской трубки. Информация о коэффициенте ослабления различными тканями позволяет судить о их составе. Первые опыты с двухэнергетической компьютерной томографией относятся еще к концу 70-х годов прошлого века. Однако низкое пространственное разрешение аппаратов, нестабильность регистрации КТ-чисел, длительное время сканирования препятствовали внедрению в практику этой методики. Другой проблемой была недостаточная мощность рентгеновских трубок, не позволявшая достичь необходимых значений экспозиции при снижении величины напряжения. В связи с этим, едва ли не единственной областью применения двухэнергетической компьютерной томографии в диагностической радиологии оставалась рентгеновская денситометрия костей. Второе рождение двухэнергетической компьютерной томографии произошло в начале 21 века. Создание компьютерного томографа с двумя источниками рентгеновского излучения позволило технически реализовать идею одновременного двухэнергетического сканирования одной области. Двухтрубочный томограф Siemens вышел на рынок в 2006 году, и с этого момента произошел взрывной рост интереса к использованию двухэнергетических компьютерных томографов, который продолжается и до сих пор. Компания General Electric в 2008 году выпустила на рынок томограф с функцией, основанной на другом техническом решении. В томографе была установлена новая детекторная система, которая обеспечивала очень быстрый отклик на импульсы с другой энергией. Это позволило одновременно собирать данные для двухэнергии при генерации рентгеновского излучения одной трубкой за счет ультрабыстрого переключения напряжения на ней. Компания Philips предложила третий вариант оборудования для двухэнергетических компьютерных томографий. Его принцип действия был основан на применении двухслойных детекторов, избирательно чувствительных к высоким и низким энергиям излучения. Метод был анонсирован в 2006 году, а томограф поступил в продажу в 2015. Компания Siemens также предлагает еще одно решение, использующее принцип раздвоенного пучка. В них применяется луч, разделенный с помощью фильтра по спектру на две части с высокой и низкой энергией, а сбор данных осуществляется одним детектором одновременно. При этом одна половина детектора собирает данные для низкой энергии, вторая для высокой. Таким образом, на сегодняшний день на рынке компьютерной томографии существует четыре решения для одновременного двухэнергетического сканирования области исследования. Это двухтрубочные томографы, однотрубочные томографы, томографы с двуслойным детектором и томографы с принципом раздвоенного пучка. На базе городской Мариинской больницы установлен томограф General Electric Revolution CT, который обладает широким детектором 16-сантиметровым, высокой скоростью вращения трубки 0,28 секунды. Конструкция системы сбора данных обеспечивает снижение электронного шума на 25%, благодаря чему в условиях слабого сигнала при исследовании пациентов с большой массой тела повышается качество изображения и подавляются артефакты. Также в этом томографе установлен инновационный 3D-коллиматор, обеспечивающий однородность оценки рентгеновской плотности тканей, который минимизирует рассеивание и артефакты, вызванные повышением жесткости пучка, характерные для систем с широким детектором, снижая отношение рассеянного излучения к первичному более чем на 50%. Также бесконтактное токосъемное кольцо, предназначенное для передачи данных между вращающейся и стационарной частью Гентри при помощи радиочастотной технологии со скоростью до 40 ГБ в секунду. Пространственное разрешение 0,23 мм. Напряжение очень быстро меняется от 70 до 140 кВт. Апертура Гентри до 80 см. В обработке данных с помощью двухэнергетической компьютерной томографии есть два существенных различия. Данные могут быть получены либо на уровне проекционных, то есть сырых данных, либо на уровне предобработанных данных для низкоэнергетического и высокоэнергетического сканирования. В целом, вне зависимости от техники получения наборов данных, подходы к дальнейшей обработке, анализу и интерпретации для всех двухэнергетических томографов одинаковы. Первое – это распределение плотности базовых материалов, например, вода, йод, мочевая кислота, кальций и другие, в объемных элементах воксилов. И оценивается их количество, концентрация выражается количественно, например, микромиллиграмм на кубический сантиметр. Это называется разделением материалов. Разделение материала выполняется по парам, например, йод-вода, кальций-йод и так далее. Второе – это распределение плотности тканей в единицах Хаунсфилда для выбранного монохроматического спектра рентгеновского излучения. Это называется виртуальное монохроматическое изображение. Третье – изображение с исключением плотности одного из базовых материалов, например, йода. Полученное изображение показывает распределение плотности в единицах Хаунсфилда за счет вычитания влияния йод-содержащего контрастного вещества, так называемые виртуальные неконтрастные изображения. И четвертое – это оценка эффективного суммарного числа атомных масс элементов, входящих в воксилоизображение. Разделение материалов основано на учете стандартных коэффициентов поглощения для используемых базовых материалов во всех значениях энергии фотонов излучения в диапазоне анализированных спектров от 40 до 140 кВт. Построенные изображения соответствуют не истинной рентгеновской плотности воксила, а количеству в воксиле вещества, измеряемое в миллиграммах на кубический сантиметр, по которому изображение взвешено. Вот представленное изображение слева – стандартный срез компьютерной томографии, справа – карта «Йод-вода» демонстрирует преимущество использования йодной карты в диагностике. На йодной карте можно выявить новообразование, патологическое накопление йода, также рецидивирующее поражение, так же, как в данном случае у пациента с рецидивирующей карциномой печени. На нативных изображениях не так видны эти изменения. В грудной клетке йодные карты представляют распределение йода в легочной паренхеме, что может помочь определить дефекты перфузии, связанные с символией. Вот, например, клинический случай пациентки с 48 лет из анамной за 2 года назад перенесла тромбоз глубоких вен, пожаловалась на короткий эпизод боли в грудной клетке и отдышку, которые прошли спонтанно. При рентгенографии легких и бесконтрастной компьютерной томографии изменений не выявлено. Выполнена КТ-ангиопульмонография в режиме двухэнергетической компьютерной томографии. При первичном анализе КТ-ангиограмм тромбоэмболы в ветвях легочной артерии не были выявлены. Однако при анализе карты разделения материалов йод-вода обращает на себя внимание клиновидный дефект. И при пересмотре ангиограмм определяется тромбоэмбол в сегментарной ветве легочной артерии левого легкого. Что, видимо, и послужило причиной клинических симптомов. Создание виртуальных неконтрастных изображений является популярной технологией двухэнергетической компьютерной томографии, которая позволяет избежать сканирования до введения контрастного препарата, то есть нативного исследования. И таким образом снижает лучевую нагрузку и время обследования. Для получения виртуальных неконтрастных изображений необходимо исключить из постконтрастных изображений плотность, созданную молекулами йод-содержащего контрастного препарата. На рисунке показаны примеры. Это нативное изображение, это под буквой Б постконтрастное изображение и С виртуальное неконтрастное изображение. Области интереса были отмечены в печени в двух местах и в аорте. Их средние значения приведены в таблице. И мы можем видеть, что единицы Хаунсфилда при виртуально неконтрастных изображениях и нативных изображениях аналогичны. Еще один пример виртуальных неконтрастных изображений – это пациент с камнем мочеточника. На постконтрастном изображении сложно отличить контраст от конкремента. Если мы посмотрим на виртуально неконтрастное изображение, где вычтено контрастное вещество, то мы с легкостью можем увидеть конкремент верхней третьей мочеточника. Обычное рентгеновское излучение содержит большой спектр энергии и является полихроматическим. Технология двухэнергетической компьютерной томографии позволяет создать набор виртуальных монохроматических изображений. Эти изображения соответствуют данным, полученным в реальном эксперименте, то есть при сканировании монохроматическим рентгеновским излучением с точным значением рентгеновской энергии. Она измеряется в килоэлектронных вольт от 40 до 140 килоэлектронных вольт. На основании данных множественных экспериментов и клинических исследований показано, что виртуальные монохроматические изображения характеризуются более низким уровнем шума, и благодаря лучшему соотношению контраст-шум на виртуальных монохроматических изображениях повышается точность выявлений мелких образований, как высокой, так и низкой плотности. Еще одним преимуществом виртуальных монохроматических изображений является коррекция артефактов, связанных с повышением жесткости рентгеновского излучения. Вот на рисунке мы видим монохроматические изображения печени с очаговыми изменениями и выраженными артефактами от повышения жесткости излучения от руки пациента, опущенной вдоль тела, с различными энергиями килоэлектронных вольт. Здесь 50, 60, 70 и 80. И обращает на себя внимание уменьшение артефактов от жесткости излучения при более высокой значении энергии. Устранение артефактов возможно и от металлических объектов за счет повышения энергии на виртуальных монохроматических изображениях. И так, при просмотре изображений со значениями 110-140 килоэлектронных вольт артефакты от металла выражены значительно меньше, чем на стандартных изображениях. Вот изображение 65 килоэлектронных вольт, справа 140, и мы видим уменьшение артефактов у пациента с металлическим имплантом в аневризме сосуда. Следующий клинический случай – это пациент с металлическим протезом и карциномой полости рта. Здесь мы видим выраженные артефакты от металла. Это изображение с использованием фильтра, которое подавляет артефакты от металла. И изображение с – это наложение йодной карты на изображение б. И здесь мы уже не видим артефакты от металла. И за счет цветной карты мы видим, что есть поражение, и можем оценить, насколько оно распространено. Еще одна особенность двухэнергетической компьютерной томографии – это оценка эффективных атомных чисел Воксила определяется на основании вычисления так называемого индекса двойной энергии или отношения плотности области интереса, измеренной при низкой и высокоэнергетических сканированиях. Оценка значений эффективных атомных чисел Воксила соотносится с табличными значениями известных химических соединений и позволяет определить состав тканей в области интереса. Широко применяется в урологии для оценки химического состава конкрементов. При исследовании с применением двухэнергетической компьютерной томографии в расширенной чашечке у данного пациента мы видим уплотнение задней стенки. При дообследовании на животе оно смещается, что подтверждает, что это мелкий конкремент. Размеры конкремента совсем небольшие, 2,8 на 6,4 на 5,1 мм. Рентгеновская плотность варьирует от 315 до 700 единиц Хаунсфилда. И анализ спектральных характеристик позволяет оценить эффективный атомный номер конкремента. На гистограмме наш конкремент желтым цветом обозначен и располагается между цистином, это фиолетовая, и струвитом, это синяя. А на спектральной кривой, вот опять же желтая наша линия, она проходит ближе к кривой цистины. Это позволяет предположить, что конкременты относятся к производным цистина. В таблице приведены характеристики конкрементов. С помощью двухэнергетической компьютерной томографии возможно установить структуру мочевого камня, детализировать его плотность, прогнозировать тип камнеобразования, уратный, кальций, оксалатный, смешанный и другие, и тем самым прогнозировать выбор метода лечения. Ну и еще о преимуществах двухэнергетического компьютерного томографа. Это стандартная визуализация головного мозга за один оборот трубки, то есть за 0,28 секунды. Также низкодозовая котенгиография сосудов головного мозга и сосудов шеи за 0,8 секунды. Это перфузия всего головного мозга и динамическая котенгиография. Это комплексная оценка сердечной деятельности за один сердечный цикл, даже при высоких значениях, частоты сердечных сокращений, нерегулярным сердечным ритвем, что позволяет нам не использовать бета-блокаторы перед исследованием. Комплексная оценка перфузии миокарда и коронарных сосудов, быстрое планирование пациентов с протезированием ортального клапана и последующее наблюдение за такими пациентами, кардиосинхронизированная котенгиография при низком напряжении и минимальной задержкой дыхания, оценка аорты полностью за 4 аксиальных сканирования, то есть за 2 секунды, также визуализация всего тела и динамическая визуализация печени и почек поджелудочной железы с анализом сосудистого русла, а также виртуальной сегментацией печени и легких. Также визуализация опорно-двигательной системы с высоким разрешением при наличии металлических конструкций как раз с использованием фильтра подавления артефактов от металла. И сканирование тяжелых пациентов с политравмой, лучший доступ к пациентам благодаря широкому туннелю и сверхбыстрая скорость сканирования. Таким образом, благодаря двухэнергетической компьютерной томографии появилась возможность оценить контрастирование неопределенных очагов и образований. Мы можем определить абсолютное значение концентрации йода, а не единицу плотности Хаунсфилда. Можем определить атомное число ткани, оценить перфузию головного мозга, легочной ткани или миокарда. За счет двухэнергетического сканирования и фильтров существенно уменьшаются артефакты за счет создания виртуальных монохроматических изображений от жесткости излучения и от металла в том числе. И отсутствует необходимость проведения нативного исследования и снижается лучевая нагрузка с использованием виртуальных неконтрастных изображений. Тем самым уменьшается время исследования. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ